Шалом, дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Ваера. Давайте представим, что нам приходится годами усердно работать. Это тяжелый физический труд, и мы не просто устали, а мы деморализованы, истощены и подавлены. И вот, в один прекрасный день появляется кто-то и начинает обещать, что скоро наступит совершенно новый мир, мира равенства, справедливости и абсолютной свободы. А смелимся ли мы, дорогие друзья, поверить в лучшее завтра? Так было с нашими предками в Египте, дорогие друзья. Они были порабощены уже многие годы к тому моменту, как появился пророк Маше и принес им весть от Всевышнего, что скоро грядут освобождения. Впереди ждет земля обетованная, ничто не потеряно, есть свет, так сказать, в конце туннеля. Но не послушали они Маше из-за короткого дыхания, из-за тяжелой работы. Один из комментариев объясняет, что фраза «короткое дыхание» не должна пониматься буквально. На иврите дыхание – это руах, что также означает дух. Другими словами, они не были способны воспринять призыв Маше, не только из-за физической работы или отдышки, как написано, но и потому, что они пали духом. Страдая в рабстве, они оставили всякую веру и надежду на то, что свобода для них все еще возможна. Это было им не по силам. Маше поэтому боялся, что люди не поверят в него, но Бог дал ему знамение для убеждения, а его брату Арону возможность говорить от его имени. Маше творил знамение перед народом, и они уверовали. И когда они услышали, что Господь беспокоится о них и видит их страдания, они склонились и поклонились. Шмот 4, 30-31. Но первое появление Маше перед фараоном имеет катастрофические последствия, дорогие друзья. Фараон отказывается признать Бога и отвергает просьбу Маше разрешить народу отправиться в пустыню, после чего он делает жизнь народа еще хуже. Народ восстает против Маше и Арону. Пусть Господь, написано в Торе, посмотрит на вас и рассудит вас. Вы сделали нас противными фараону и его чиновникам и вложили им в руки меч, чтобы убить нас. Шмот 5, 21. Маше и Арон возвращаются к фараону, чтобы повторить свою просьбу. Они сотворяют чудо, превращают посох в змею. Но на фараона это не производит впечатления. Его собственные маги могут делать то же самое. Затем они приносят первую из десяти казней, но фараон остается непоколебимым. И так продолжается еще девять раз. Народ все еще рабы, но Всевышний четко следует своему плану. Суть этого плана, дорогие друзья, это поэтапное внутреннее освобождение народа. Всевышний выражает свою волю так. Посему объяви сынам Израиля Я Гошем. Я выведу из-под египетского гнета. Спасу от навязанной ими работу. И освобожу вас открыто. Простертой рукой и казнями великими. И возьму вас, сделаю вас своим народом. А Гошем, управляющий судьбами вашими, выводящий вас из-под гнета египетского. И переведу вас в страну, которую поклоняется или будет отдана Аврааму, Ицхаку и Якову. И передам ее вам в наследство. Я Гошем. Глава 6, строки 6-8. Первый этап выведу из-под гнета. Здесь имеется в виду освобождение не только от тяжелой физической работы, но и прежде всего от гнета египетского мировоззрения, основанного на поклонении, так сказать, разным богам или духовным материальным силам. Не может быть и речи о свободе еврейского народа, пока он не освободится или не сбросит с себя тяжесть этого материального взгляда на мир. Второй этап это спасу от навязанной ими работы. Устная Тора говорит, что эти слова подразумевают понятие Авадазара, чуждая работа, служение чужому идолу. Человек может победить в себе страх, преклонение перед чужим мировоззрением, но этого недостаточно. Он должен еще и отстраниться от него, спастись, убежать. Третий этап, дорогие друзья, я освобожу вас. В оригинале здесь употреблен глагол от слова Геула, которое условно переведем как «вытащу вас из болота на твердую почву». Можно предложить и другой вариант перевода «выведу вас из темноты ночи в ясное утро». То есть Геула это ясное видение истины, способность отличить ее от всех других мировоззрений. Четвертый этап, дорогие друзья, «И возьму вас, сделаю вас своим народом». Тем, кто выбрался из болота на твердую почву истины, предстоит понять смысл жизни и обрести цель ее. Смысл жизни, дорогие друзья, стать народом Всевышнего. О цели говорится в продолжении фразы «И вы постигнете, что я Гошем». Постижение Всевышнего, слияние с Ним – вот цель народа Израиля. Когда ежегодно в пасхальную ночь мы садимся за стол, чтобы еще раз прочесть рассказ об исходе из Египта, каждый в процессе чтения должен выпить четыре бокала вина. Каждый бокал посвящается одному из четырех этапов исхода. Однако сам исход – только начало. В Торе написано «Я завершающем этапе и приведу вас в страну». Выйдя из рабства и получив Тору, люди должны были обрести место, где они смогли бы реализовать эту мудрость. А в конечном итоге, дорогие друзья, привести все человечество к признанию Всевышнего. Этого я нам всем и желаю – выйти из своих проблем и приблизиться ко Всевышнему. Будьте здоровы! Браха вас лаха! Много сил! Шалом! Ваш Равин Каплан! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова